Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Утро на Болткоме. Утро на Болткоме продолжается. Олимпик Александр Шунин. И к нам присоединяется глава фонда Германа Брауна Инна Давыдова. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Впереди у нас очень интересные мероприятия, для которой порадуют всех поклонников классической музыки. Тут не только классической, но и, может быть, такой популярной лаунжевой музыки. Но обо всем об этом, наверное, нам Инна расскажет более подробно. Итак, на следующей неделе фестиваль Artissima стартует в Юрмале. В этом году мы разделили фестиваль на две части. Первая часть прошла в Риге в июле. И наши слушатели наслаждались и вдохновлялись и звучанием ансамбля «Флейт» и великолепным исполнением музыки барокко. Ансамбль из Израиля под управлением Андреса Мустенена две недели назад дал концерт в Церкви Святого Иоанна. А на следующей неделе мы базируемся в Юрмале и 2 и 3 августа в концертном зале «Дзинтери» два концерта. И по традиции он Германа Брауна не отступает от своих приоритетов, скажем так, и предлагает слушателям классическую музыку высшей пробы и музыку для отдыха, в данном случае лаунж. Но обо всём по порядку. Итак, во вторник, 2 августа, в концертном зале «Дзинтери» впервые будет выступать камерный оркестр, который называется «Давин Спиро Камерата». Его вдохновитель, организатор и учредитель, молодой скрипач, чьё имя на самом деле уже известно во всём мире, родом он из Латвии, и наши слушатели, конечно, его знают. Это Даниил Булаев. И побывав на их первом совместном концерте именно с его оркестром в конце апреля в Большой гильдии, я поняла, что я должна дать этим музыкантам возможность выступить и на нашем фестивале. Это не проба пера, это не юные забавы, это не фора будущим профессионалам. Это настоящее открытие музыкальное, которое мы с вами вместе сможем пережить. Поскольку я никогда не предложила бы полупрофессиональному ансамблю выступать на нашей сцене. Это молодые музыканты, единомышленники Даниила, с кем-то он вместе учился, с кем-то он дружит много лет. Это скрипачи, альтисты, виолончелисты, контрабасисты, пианисты. И удивительная программа, которую мы с ним придумали вместе. Мы её назвали «Восемь времён года», хотя на самом деле эти восемь времён прозвучат только во втором отделении. А в первом отделении мы услышим актет Мендельсона, изумительной красоты музыку, которую композитор написал, когда ему было 16 лет. То есть получается так, что композитор был даже моложе тех молодых музыкантов, которые его музыку в этом концерте будут исполнять. А вот второе отделение «Восемь времён года» — это времена года Вивальди и времена года в Буэнос-Айресе Астора Пьецолы. Это сочетание не мы придумали. В разных вариациях эти два цикла звучат уже много лет в концертах великих камерных оркестров. Но мне показалось очень интересно предложить такое сочетание именно молодёжи. И, естественно, это очень летняя программа. То есть, с одной стороны, это классический жанр, это академическая музыка, но с другой стороны, это узнаваемые мелодии, это лёгкость, это то, что нам сейчас нужно, но при этом мы, естественно, не заигрываем с публикой, а предлагаем и музыкантов, и саму музыку «Высочайшие пробы». В этом концерте будет много сюрпризов, но об одном, наверное, я расскажу, поскольку эта информация уже прозвучала и на пресс-конференции. Многие наши зрители, а может быть, даже и все слушатели, знают и любят знаменитый оркестр «Виртуозы Москвы», который существует уже более 50 лет. И мы знаем, что у этого оркестра славная история и несколько составов. Так вот, с самого первого дня в этом оркестре играл замечательный контрабасист, один из основателей оркестра и, скажем так, соратник Владимира Спивакова – это Григорий Ковалевский. Яркая личность, мощный музыкант, интересный человек, обаятельный мужчина и неутомимый собеседник. И вот Григорий Ильич помогал создавать программу «Весеннюю», Даниилу Булаеву и его ансамблю, занимался с ними. И сейчас собирался с ними только позаниматься. А потом решил, что возьмет снова в руки смычок и будет участвовать в концерте во втором отделении. Так что наряду с молодыми музыкантами в этом концерте будут играть легендарные. И мне кажется, это не просто важно, а это еще очень хорошо, обаятельно и симпатично. Это не просто эстафета, это совместное творчество. И мы понимаем, что у музыки-то нет возраста. И у исполнителей тоже он остается за кадром. Инна, скажите, действительно, сочетание Вивальди и Пьецолы, насколько оно кажется вроде бы несочетаемым? Тут страстная танго, развратная, можно сказать, а тут вроде бы такой суровый академизм на пудренных париках. То есть вот как это? Ну, вы знаете, насчет пудренных париков, когда Вивальди эту музыку писал, сам-то он парик носил. Но писал-то он ее для девочек, для школы монастырской, в которой преподавал игру на разных музыкальных инструментах. И это была женская школа, туда попадали сироты в основном. Но потом, когда у школы уже была международная слава, туда уже попадали за деньги. Ну, как водится, ничего не меняется за годы. Так что он даже и не думал, что ее будут исполнять в пудренных париках. Для него это была лаборатория, забава. И мы обязаны этому циклу тем, что мы хорошо теперь знаем музыку Вивальди и можем ее отличать и узнавать, когда мы слышим даже другие его сочинения. Но у него их много, этих концертов для разных инструментов с оркестром, более 600. Но что касается самих времен года, я бы суровым этот академизм не назвала, я бы его назвала радостным, полным причуд и предчувствий, полным неожиданных поворотов и музыкальных сюрпризов. И, зная эту музыку, мы понимаем, что она не осталась там 300 лет назад. Она не стала музейным экспонатом. Ее играют не потому, что хотят вернуть эту эпоху, а потому что хотят повернуться лицом к самим себе, когда эту музыку слушают. Потому что, сочинив цикл «Времена года», рассказав нам как будто бы о смене четырех сезонов, на самом деле Вивальди рассказал нам историю человеческой жизни от юности до старости. И не случайно некоторые, например, балетные постановки, они эту музыкальную историю и рассказывают, как историю жизни. Что интересно, что «Времена года» Пиццолы, они называются, у них есть полное название, и оно звучит не просто «Времена года», а оно звучит «Смена времен сезонов» в бедном районе Буэнос-Айреса. То есть, как всегда, Пиццола рассказывает о жителях своего любимого города, причём о жителях его пригорода, о знаменитых Портеньо, то есть житель города, условный, среднестатистический, никому неизвестный маленький человек, обуреваемый большими страстями, впрочем, как и любой из нас. Поэтому я думаю, что сочетание этих двух циклов в концерте это не только дозволено, это логично. И за 30 лет нашего углублённого, скажем так, изучения музыки Пиццолы, она действительно пришла в наши широты где-то в начале 90-х, мы настолько с ней свыклись, что так же, как и без музыки Вивальди, мы без музыки Пиццолы свою жизнь не представляем. И мне кажется, секрет именно, вы правы, конечно, в этой страстности музыки, но и музыка Вивальди страстна. Вспомните зиму с этими тремоло невероятными, страшными, которые просто вот это оскал зимы, может быть, или оскал смерти. Ну, я бы сказала, что на сегодняшний момент это и ухмылка нашей нынешней жизни. Поэтому я думаю, что второе отделение, оно будет не просто музыкально насыщенным, а оно нам очень много расскажет, в том числе и о нас самих. И я счастлива, что молодые музыканты за это взялись. Это непростая работа. Это и играть трудно, чисто ансамблево, виртуозно. Это очень сложная музыка, что Вивальди, что Пиццолы. Но она ещё и насыщена очень разнообразными эмоциями, смыслами, их разными уровнями этих смыслов. Но вот Даник принадлежит тем музыкантам, которые как будто бы не созревают во времени. Они уже такие. Вот он такой уродился, если можно сказать. Он когда играл у меня первый свой сольный концерт, ему было 8 лет, ты закроешь глаза, тебе в голову не придёт, что играет ребёнок. Когда ему было 12, он играл с Мустененом, кстати, и с его оркестром, тоже в рамках нашего фестиваля Артиссима, играл концерт Моцарта. Так Мустенен вообще забыл дирижировать. Он как развернулся к скрипачу, просто стоял его слушать со слезами на глазах. Так что я думаю, нас ждут очень серьёзные музыкальные впечатления в этот день. Ну и, наверное, несколько слов о втором дне концертного фестиваля Артиссима. Это, в принципе, встреча тоже с долгожданной для любителей лаунжевой музыки, знаменитая легендарная группа «Дефаз». Да, в прошлом году они у нас уже были. И, кстати, даже вот мы с вами были на этом концерте, я помню, стояли и общались, и рассуждали, чем же эта группа нас так захватывает. Ну, действительно, это лаунж направление, такое как бы лёгкая музыка необязательного жанра, который может в себя включать и поп, и рок, и джаз. И вот даже их название, оно тоже в своих буквах зашифровано часть слова «джаз». «Дефаз», «фаз», «джаз». Название коллектива — это аббревиатура из разных слов. Первый слог, например, «дэ», был взят из слова английского «destination», что значит «направление». Потом вот эти «пи-аш», потому что «фаз» пишется не через «ф», а через «пи-аш», это из слова «фьючер», то есть в будущее эта музыка направлена, как будто бы. И «аз» — это, конечно, хвостик от слова «джаз». То есть музыка будущего, смешанная с джазом, ну, мы бы уже сказали не музыка будущего, а музыка сегодняшнего дня, просто они-то существуют уже больше 20 лет, 25 лет в этом году, в 97-м году был записан первый сингл. И я думаю, что тут большая роль удачи, фарта. Ну, как обычно бывает с группами, с музыкантами, кроме таланта и каких-то новых идей, ещё нужна удача. И вот мне кажется, что этой группе очень повезло. Они как-то попали, видимо, в струю поначалу, и у них был очень хороший менеджмент, поэтому они взлетели в своей популярности на самые высшие точки. Но на самом деле, да, действительно, полтора часа такого заряда бодрости, позитива, радости. Они сами невероятно обаятельные, замечательная певица, фарт. Мы с ней подружились очень в прошлом году. И вот это трио — это костяк как бы этого ансамбля, потому что их бывает и пять, и шесть человек. И вот их музыка, в том числе благодаря интернету, стала мегапопулярной. И с первого альбома эта лаунж-музыка покорила слушателей и сделала их, эту группу, одной из самых узнаваемых в мире. Но я рада, что они к нам приезжают. В прошлом году мы не смогли пригласить всех, кто хотел быть на этом концерте из-за ограничений. Но в этом году, к счастью, ограничения сняты. И публика с радостью к нам присоединяется для того, чтобы этот концерт услышать. И ещё, мне кажется, близость моря, близость открытой воздух, он очень хорошо сочетается вот именно с этой лёгкой, такой воздушной, приятной музыкой. С красивыми летними вечерами. И погода, кстати, обещают, ну да, плюс 23, плюс 24 во вторник, в среду. Так что самая-самая-самая-самая погода. Ну, понимаете, нашу публику, конечно, удивить, испугать или отпугнуть невозможно. Я помню, когда у нас был концерт 30 августа, очень много лет назад, у нас сыграл Крэмер с Крэмератой, и где-то с 16 или с 11 августа наступила полоса просто какой-то дремучей осени. 11 градусов было, холод, ветер и проливные дожди. Ну, конечно, часть народа остановилась в своём желании пойти на концерт, но, тем не менее, народу было много, и люди шли в пальто, с одеялами. Мало того, во время концерта не просто начался дождь, а дождь с завихрениями ветра, и всю эту воду засасывало просто внутрь зала, и люди сидели с открытыми зонтиками, и как вот держали их сбоку, чтобы с краёв не лило, но, тем не менее, слушали музыку. Зубами скрижетали, но наслаждались. Есть что вспомнить за то, через преодоление. Ну, не то слово. У нас же был ещё однажды фортепианный марафон, когда начался такой... Такая гроза была, начался такой ливень, что вырубило электричество во время нашего концерта. И нам пришлось остановить концерт и ждать, пока починят. И, в общем, тоже была масса приключений. Так что мы со стихией общаемся, скажем так. Ну, дай бог, чтобы в этом году к нам погода была благосклонна. Должна быть, должна быть. Всё к тому идет, что погода уж точно не подведёт. Спасибо большое, Инна Давыдова, глава фонда Германа Брауна, и два вот прекрасных вечера, которые нам дарит фонд Германа Брауна. Это Даниил Булаев с оркестром 2-го числа времена года и 3-го... И Дефас 3-го августа. Вторник-среда на будущей неделе. Всего доброго. Спасибо огромное. Всего доброго. До свидания. Спасибо. До свидания.